Ребята, всем здравствуйте! Ну, наконец-таки я выехал и теперь я, в принципе, могу сделать, скажем так, тест-драйв. Вот. На самом деле я уже выложил это видео, ну, вот, которое будет чуть-чуть просмотрели ранее. Я его выложил и думаю, удалю по одной простой причине. Так как хотелось бы записать уже не только принятие, а и езду самую. Вот. Немножечко подразложил вещи, обосновался. На самом деле я думал, что за отсутствие вот таких ящиков будет очень довольно-таки неудобно и некуда будет положить вещи. Но на самом деле я очень все это свободно рассувал, разложил. То есть, блин, вообще все шикарно. Вот. Что хотелось бы отметить по поводу управления данного автомобиля. В Скане, конечно, я восхищен плавностью хода. Ну, как плавностью. Таким строгой плавностью, скажем так. Она очень... Ну, не то, что очень. Ну, жестковатая, да, по сути. Но в ней комфортно ехать. Особенно управление рулевое. То есть, вот этот рулик, который находится на... Грубо говоря, прямо вот около вашего места, он, блин, ну, просто непередаваемое ощущение. Я даже не знаю, как это объяснить. В общем, смысл такой, что даже на легковой машине как таково неудобно так делать. Как можно крутить руль здесь. То есть, если мы вспомним, допустим, того же DAF, да, того же MAN, у него руль не настолько сильно загнут к вам. То есть, вот, вот, сейчас я держу камеру вот прямо параллельно руля. Он, допустим, в MAN примерно находится вот так, да. То есть, если у меня он стоит сейчас вот так, вот так, в MAN немножечко вот так. То есть, сами понимаете, угол немножко меняется и ты уже, грубо говоря, сидишь как в зилу. Вот. Здесь такое чувство, то, что ты сидишь в зилу отсутствует. И, несмотря на то, что руль находится, это очень удобная, на самом деле, вещь в Scania, то, что руль находится близко к тебе, особенно вот эта верхняя часть, у тебя локоть, то есть, я вот сижу, просто положил руку наверх, локоть у меня согнут, блин, ну, сделан тупым углом практически под 90 градусов. То есть, практически под 90 градусов сидишь отменивая. Камера на 90. и тем не менее, блин, сама рулежка, не надо вот это вот подруливание влево-вправо, вот как на том же Мане или на Даффе. Вообще свободно, то есть, ты, вот сейчас я, допустим, даже руль бросил, и едешь, как бы, свободно. Просто держишь, вот, руку положил, и все, и по сути, у тебя рука никуда не уходит, не дергается, ничего. отменное управление. Я не знаю, на всех ли исканиях еще так или нет, мне очень нравится, как компрессор качает воздух. То есть, камер нет. У него старт, платон, в принципе, идет практически сразу. Камер нет. Вот, то есть, он постоянно, ну, сразу начинает крутить. Вот. И, блин, тем самым, то есть, из телевоза даже ушел, быстрее накачается, то есть, вообще, охеренно. Вот. Еще очень бы мне хотелось отметить это, вот эту климатическую систему. Я пообщался с Владом, со своим товарищем, своим другом. Камера на 60. И он мне сказал то, что, блин, здесь, походу, вот этот, климат-контроль брешет немножко, потому что, если я, говорит, ставлю на 24, у меня, говорит, ноги отгорают. На самом деле, я вот выставил на 24, и меня просто, я ехал, сгорели ноги нахрен. Сейчас я еду, 23 градуса, у меня стоит, как бы, эконом-режим, без кондера, соответственно, без ничего. Блин, обалденно. Камер нет. ноги теплые, пол теплый, и причем он теплый не так вот, как, например, на Дафе, только там, где тепло, ну, дует. Камера наблюдения, ограничение 60. Заебало это вот, это брехня, когда вот начинаешь записывать видео. И на Мане, например, на том же на Мане, на Дафе, только тепло там, где дует воздух. Здесь же каким-то чудным образом пол, в принципе, ну, под ногами, весь теплый, вообще весь. Я просто поражен этому. Очень доволен, на самом деле. Камер нет. Да, единственное, что на самом деле вот не хватает в любой машине, в любой машине грузовой, вот, Ман, ну, за исключением Мана, Даф, Скания, там, Вольво, Вольво я не помню. Вот, в Дафе, Мане, в Скании, пол. Вот этот пол, он холодный. Вот, воздуховод, как бы, да, стоит, но, может быть, он прогревается, там, и т.д., и т.п., но, такой пол, как в Мане, это надо поискать. Вот, так, и еще одна отличительная черта, например, от того же Дафа или от того же Мана. Так, ну, во-первых, кабина не так сильно болтает, это понятно, а еще не особо чувствуется скорость, от слова практически совсем. Вот, блин, едешь 70, 80, 90, скорость вообще не ощущается, и если не смотреть на спидометр, вроде бы держишь ногу в одном положении, и скорость набирается автоматически, как-то сама по себе, блин, вообще, я в шоке. Обороты, шум двигателя, как бы, тоже не слышен. Единственное, только что, вот, на той правой дверке, на пассажирской, внизу, щель была, на уплотнении, то есть, между дверью и уплотнительной резинкой, ну, примерно, где-то толщиной, с карандаш. Вот, и я, я, купил уплотнитель для дверей, для обычных, вот, установил его туда, приклеил, как бы, нормально. Осталось только теперь, с этой стороны, да нет, с той стороны тоже надо до конца, будет уже, там, пару полосочек наклеить, до конца уже сделать, чтобы нормально было. Вот, и с этой, так же стороны, чтобы ветер не свистел, он свистит, скорее всего, да, свистит, скорее всего, под уплотнение, потому что машина, как бы, все равно, 10-го года, блин, ну, тоже резинки ссыхаются, приминаются, и прочее, прочее. Вот, как бы, уплотнитель, ой, я извиняюсь, уплотнитель не помешает. Вот. Ну, а я еду в Тулу, по двоечке, вот, заходите на канал, смотрите, пишите комментарии, подписывайтесь. Вот. А, да, кстати, там коврик, в начале видео есть, у меня вот, под ногами, ворсистый. Я свой только постирал, а этот коврик у меня, оказывается, я случайно забрал с дафом. Вот. Парнишка там писал, типа, украл, не, ни хрена такого подобного, у меня просто точно такой же коврик. Вероятно, мобильная засада. И... Ограничение 60. И я его приносил. Приносил со своей машины, и он точно такой же, только чуть посветлее. Домой уже приеду, постелю его, будет, ну, увидите, какой коврик. Он, в принципе, универсальный, ко всем машинам подходит. Камер нет. Поэтому нормально. И покупал, это что-то недорого, там, 300 рублей, 350. Нормальный коврик такой, херенный вообще. Такой же ворсистый, крупный ворс. Единственный минус, это плохо с него выбивать грязь. Вот этот пыль, все равно, как бы, босиком ездишь, но песчинки, пылинки, вся эта хель попадает, песок, т.д. и т.п. мусор всякий. Ту-крошки хлеба. В общем, такие вот дела. Ну, а я ползу на горочку. Ехать-то мне, в принципе, недалеко, до Тулы. Вот. В общем, такие вот, ребят, дела. Давайте, пишите, заходите на канал, смотрите, главное, смотрите и комментируйте. Кому нравится, ставьте лайк, кому наоборот, не нравится, ставьте дизлайк и оставляйте комментарии. Вот. В общем, такие вот, ребят, дела. Будем топтать. Всем доброго дня, здоровья, не болейте.